МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Был пьяный, не справился с управлением, нетрезвый водитель устроил ДТП с четырьмя автомобилями. Национальный проект дороги у Муравленка готовится к летней масштабной дорожной стройке. Мастера печатного слова отмечают профессиональный праздник 13 января, День российской печати. Здравствуйте! Теперь об этих и других событиях расскажем более подробно. Сегодня ночью в одном из дворов на улице Пионерской в дорожно-транспортном происшествии пострадали сразу четыре автомобиля. Аварию устроил нетрезвый водитель. Момент ДТП попал в объектив видеокамеры, установленной в одной из квартир рядом стоящего дома. На видео видно, как автомобиль Киа на высокой скорости сносит несколько припаркованных иномарок, среди которых Тойота, два Ниссана и Мерседес. Сам нарушитель не пострадал. По прибытию наряда дорожно-патрульной службы на место аварии выяснилось, что виновник ДТП находится в состоянии алкогольного опьянения. И он уже был лишен прав в 2019 году за вождение в нетрезвом виде. В настоящее время в отношении вышеуказанного гражданина ведется административное дело производства. Как он сам поясняет свои действия? Что с ним происходило? Ну, как он поясняет свои действия? Якобы его не устроили дорожные условия. В общем, так и все. Все его объяснения. То, что зима, скользко, не справился с управлением, за чего совершил ДТП. Михаил Мишустин поручил правительству разработать единый для всей страны антивирусный алгоритм на основе опыта борьбы с COVID-19. Речь идет о тесном взаимодействии всех ведомств, всех регионов, которые должны заранее подготовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан. Нужно снизить до минимума риск проникновения в Россию опасных инфекций, отметил глава Кабинета министров. Он также поручил отслеживать ситуацию с коронавирусом после праздников. Сейчас люди возвращаются с новогодних каникул. Большой пассажиропоток был в аэропортах, на вокзалах. Многие встречались с друзьями, родственниками и не всегда соблюдали меры предосторожности. Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Это касается резерва коечного фонда препаратов для лечения людей, все это должно быть в наличии. Михаил Мишустин напомнил, что президентом подписан федеральный закон о биологической безопасности в Российской Федерации. Он обеспечивает комплексное регулирование в этой сфере и предполагает целый ряд мер, которые направлены на защиту граждан. Теперь правительство определяет единую государственную политику в области обеспечения биологической безопасности и координирует работу федеральных ведомств регионов, организовывает их взаимодействие по всем связанным вопросам. Президент подписал указ, определяющий порядок действий государственных органов власти при распространении в России опасных инфекций. Уважаемые коллеги, прошу оперативно приступить к разработке и утверждению единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия в таких ситуациях. Сделать это с учетом опыта борьбы с коронавирусом и тех мероприятий, которые были реализованы для защиты граждан от инфекции. Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы за последние сутки в девяти муниципалитетах округа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на Ямале получено 115 положительных тестов на COVID-19. Из этого количества заболевания подтвердилось у пяти рабочих вахтовых поселках. Еще 110 человек заболели в муниципалитетах округа. Самое большое количество новых случаев зарегистрировано в Пуровском районе, 21, в Новом Уренгое и Ноябрьске по 15. В Муравленко за сутки получено 14 положительных тестов. Всего на Ямале госпитализировано 566 пациентов, 48 находятся в тяжелом состоянии, двое в крайне тяжелом. Выздоровели за сутки 231 человек. Количество летальных исходов выросло до 360. За сутки скончался один пациент с коронавирусом в Салихарде. Проектный офис Ямала будет координировать работу по реализации национальных проектов. Он создан в окружном правительстве и займется контролем за реализацией национальных, федеральных и региональных проектов, а также собственных проектов округа в сфере туризма, образования, здравоохранения, развития торговой деятельности и других. Новая структура будет оказывать методическое сопровождение, готовить нормативные акты по проектной деятельности, контролировать сроки и качество исполнения поручений. Также проектный офис будет курировать вопросы развития государственно-частного партнерства, разрабатывать предложения по расширению направлений его применения и контролировать реализацию действующих соглашений. И в продолжении темы, к национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Ямал-Анинский автономный округ присоединился еще в 2019 году, а в 2020 в регионе началась большая дорожная стройка, только в Муравленко капитально отремонтировали три участка дорог. Масштабные работы запланированы и в этом году. Подробности в следующем сюжете. В 2020-м на ремонт и реконструкцию дорог регионального и муниципального значения на Ямале выделили беспрецедентные ресурсы. У Муравленко удалось отремонтировать и благоустроить три участка на улицах Муравленко, Губкина и Ленина. Здесь полностью заменили дорожное покрытие, проложили новые тротуары, ливневки и установили новые освещения. Результат оценили жители города. Вода отвод, который здесь до этого был, вода не уходила. То есть это дополнительная аварийная ситуация для водителей. А сейчас, как бы, благодаря воду, ливневкам и прочим, получатся на трассах, на дороге. Разница значимая. Очень хорошо сделали и освещение, и как уложили асфальт, и отливы. То есть все прекрасно. Не луж, ровная дорога, приятно ездить. Лучше, чем было. Намного очень лучше. Молодцы, молодцы. В этом году капремонт на этих улицах продолжится. Напомню, реконструкция дороги на улице Ленина идет в несколько этапов. В прошлом году приступили к ремонту непосредственно дорожного полотна. На очереди участок от улицы Школьной до украинских строителей. Продолжится реконструкция на улице Муравленко. На этот раз дорожным рабочим предстоит выполнить ремонт от Ленина до улицы 70 лет Октября. Третий объект – улица Школьная. Концепция ремонта на всех участках едина. Расширение проезжей части, укрепление обочины – это обязательно либо перекладка, расширение тротуара, либо строительство там, где их нет. Это обязательно освещение с двух сторон, озеленение, высадка деревьев. Какие дороги нужно отремонтировать в Муравленко в первую очередь, зависит от их соответствия нормативным требованиям. В 2018 году у нас было проведено обследование независимой экспертной организации технического состояния всей улично-дорожной сети в городе Муравленко. Были определены участки и улицы, требующие первоочередного проведения ремонтных работ. Поэтому, исходя из этого, и составлялись планы. К тому же, при планировании работ по благоустройству и капитальному ремонту в Муравленко применяется комплексный подход. То есть, работы планируют с учетом перспективных планов развития города. У нас реализуется жилищное строительство. У нас идет строительство объектов в социальной сфере. Как, допустим, на улице Школьной строится детский сад и школа. И подъездные пути, улица, проходящая рядом с этими объектами, она должна быть также отремонтирована и готова к периоду завершения и ввода объектов в эксплуатацию. Если говорить о дальнейших перспективах, то капитальный ремонт дорог запланирован на всех улицах, чтобы в каждом микрорайоне города было комфортно и пешеходам, и автолюбителям. Зульфье Фарвазово, Виталий Сидняев, Сергей Лукович, Новости, Муравленко. Дмитрий Артюхов. Мальский лис по организации спутникового наблюдения за песцами и лисами. Еще одним направлением работы станет детальное изучение питания оленей. Проект имеет прикладное значение для дальнейшего развития оленеводства в округе. Также Дмитрий Артюхов поддержал предложение по созданию программы исследования флоры и фауны острова Белый, самой северной точки Ямал-Аненецкого автономного округа с уникальной природой. В рамках нацпроекта «Наука» мы получили новые ставки, мы провели конкурс, мы получили новых сотрудников. Теперь у нас 10 человек. И та мечта, которую мы лелеяли, холили последние несколько лет, та идея правительства округа превратить захламленный остров Белый в остров науки. Рады, что она нашла поддержку для того, чтобы составить программу научную для острова Белый на ближайшие 5 лет, где мы смогли бы объединить разные научные коллективы, разные дисциплины, разные источники финансирования, грантовые, бюджетные, внебюджетные и так далее. Очень рады получить эту поддержку и надеемся сверстать эту программу. С 1 января в Муравленко заключены новые контракты по обслуживанию уличнодорожной сети. Однако подрядчики остались прежними. Это индивидуальные предприниматели «Осаян» и «Мотивосян», техника которых задействована внутри микрорайонов, а также фирма «Вотум», работающая на уборке городских улиц и тротуаров. Только за две неполные недели этого года дорожники вывезли из города 12 тысяч кубометров снега. Татьяна Бойко продолжит тему. В одном из дворов по улице Муравленко снегоуборочная техника работает с самого утра. Этот микрорайон обслуживает индивидуальный предприниматель «Осаян». Дорожники стараются работать на совесть. Снег убирает до самых плит. Рядом с многотонным экскаватором мини-погрузчик выглядит как игрушечный. Но, несмотря на небольшие размеры, легко справляется со снежными валами, которые после себя оставляет габаритная техника. Автовладельцы близлежащих домов личный транспорт убрали заранее. Поэтому дорожники работу выполняют быстро и качественно. Но так бывает далеко не во всех дворах. В таких ситуациях подрядчики стараются находить компромисс. Стараемся договариваться. Где-то зовем хозяев, чтобы они вытаскивали машины. В общем, где как. Где-то стараемся так убрать аккуратно. Сколько техники выведет подрядчик на улице напрямую зависит от погодных условий. К примеру, сегодня у ИП «Осаяна» работает 4 погрузчика, 5 самосвалов и грейдер. Техники у нас много. И по мере надобности, по мере выявления работ, то есть чем больше будет снега, тем больше будет техники, соответственно. Не будет такого, что у нас будет один погрузчик кататься по городу, создавать видимость работы. Где надо, мы туда выгоняем. Допустим, сегодня у нас могут 4 погрузчика работать, завтра будет 6. Если надо, будет выгоним и больше. С 1 января на очистку внутриквартальных проездов заключено 4 контракта с двумя подрядчиками ИП «Осаян» и «Мотивосян». Со снегом на улично-дорожной сети справляется компания «Вотум». Прежде чем подписать договор, был проведен входной контроль компании, участвующих в торгах. Заказчик оценил исправность техники, ее количество и разнообразие. Мы еще от подрядчиков потребовали технологические карты. В чем они заключаются? Каким образом должны убираться проезды? То есть, это одна техника, две техники, три. По каждому виду работ. Соответственно, погрузчик, самосвалы, маленькие погрузчики для уборки тротуаров непосредственно по внутрикварталке. Вот этот весь комплекс работ мы уже проделали. И сейчас мы начинаем контролировать непосредственно подрядные организации. Кураторы от УКЗ контроль ведут ежедневно. Пока серьезных нареканий нет. За неполных две недели на снежный полигон выведено 12 тысяч кубов снега. В внутриквартальных проездах сейчас работает около 8 самосвалов только. Плюс еще УДС, 6 самосвалов. И плюс производится уборка и детских площадок, и школ соответственно. То есть, работа идет полным ходом. А вот жители города работу подрядчиков оценивают по-разному. Доволен. В этом году снега мало, может, поэтому оперативно делают. Не очень хорошо. Раньше, мне кажется, лучше было. Ну, все в сравнении познается, насколько всем известно. Так ведь? Прошлый год, позапрошлый. Вот в этом году, чем в прошлом году, даже еще лучше стало, я бы сказал. Везде, всюду. Как бы дороги чистые, не гололед, все хорошо. В этом году, я считаю, вообще все даже во дворах уборка прекрасная. Поэтому, не знаю, я довольна, например. Заезды лучше бы чистили вот по двору. Ну, вот видите, он как бугор какой. Ну, в целом, все классно, все убрано чисто, город нарядный, все замечательно. Если у жителей города появятся вопросы, предложения или замечания, касающиеся уборки снега, можно позвонить по телефону 55400. Специалисты Управления коммунального заказа примут информацию и помогут решить проблему. Татьяна Бойко, Виталий Сидняев, Петр Князев. Новости Муравленко. В городском отделе ЗАГС подвели итоги работы за 2020 год. За 12 месяцев в Муравленко было заключено 164 брака. Это на 44 свадьбы меньше, чем в 2019 году. По словам специалистов, ведомство влияние на количество заключенных браков оказала пандемия коронавируса. Напомним, на Ямале продолжают действовать ограничения по числу присутствующих на торжественной церемонии заключения брака. Что касается разводов, то за минувший год расторгли свой союз 154 пары. В 2020-м у Муравленко родились 324 ребенка. Мальчиков оказалось чуть больше, чем девочек – 170 и 154, соответственно. В прошлом году зарегистрировано 4 пары двойняшек. В 16 семьях появились четвертые дети, в 4 – пятые малыши, в 3 – родились шестые и последующие младенцы. Сегодня отмечается День российской печати. В этот день, в 1703 году, по указу Петра I, свет вышел первый номер газеты «Ведомости». В Муравленко каждую неделю выходит городская общественно-политическая газета «Наш город», на страницах которой отражаются самые разные аспекты жизни города и региона. Анастасия Попова с подробностями. Каждый день в редакции «Муравленко-медиа» кипит работа. Корреспонденты пишут заметки, статьи, интервью. Редакторы и корректоры вносят правки. Дизайнеры верстают выпуск общественно-политической газеты «Наш город» и придают каждому тексту форму, делая его визуально еще уникальнее и интереснее. Занимаюсь подготовкой и версткой официальной части газеты. Также занимаюсь разработкой макетов для отдела заказов нашей организации. Татьяна Козырь свой профессиональный путь начала 19 лет назад. Как готовится каждый выпуск, она может рассказать поэтапно и в деталях. За долгие годы работы в печатном издании она попробовала себя в роли корреспондента и редактора. К каждому материалу относятся с особым любопытством и интересом. Мне интересно жить в себе, да. Я в каждом дне, в каждой минуте, в каждом часе всегда могу найти тему. Меня все удивляет, меня все потрясает. И, наверное, именно для этой работы я такой и рождена, с таким характером. А фотокорреспондент Дарья Тюменцева в профессии всего три года. За это время она попробовала себя во всех фото-жанрах. А в ее объективе побывали сотни муравленковцев, героев материалов газеты «Наш город». У нас работа интересная, разнообразная. Мы всегда встречаемся с новыми людьми и никогда не знаем, что принесет нам буквально следующий час иногда. Городская общественно-политическая газета «Наш город» выходит в свет каждую неделю. Средний тираж печатного издания – 600 экземпляров. На восьми полосах формата А3 находят свое отражение различные аспекты жизни города и округа. Газета издается уже на протяжении 27 лет. Первый выпуск увидел свет в далеком 1994 году. В коллективе редакции трудятся 30 человек – журналисты, редакторы, корректоры, дизайнеры и полиграфисты. Настоящая команда профессионалов. Издание – лауреат ежегодного всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы». Анастасия Попова, Антон Иванов. Новости. Муравленко. На Ямале подведены итоги осеннего призыва на военную службу в ноябре-декабре 2020 года. Призыв граждан на военную службу вооруженные силы в условиях пандемии организованы и проведены в установленные сроки. Об этом рассказал военный комиссар округа Михаил Таровин. Благодаря организации барьерного контроля, тестированию призывников не было допущено как вспышек заболевания, так и направление к месту прохождения военной службы инфицированных юношей. Отправки воинских команд с окружного сборного пункта осуществлялись в отдельных железнодорожных вагонах и проведены своевременно и без срывов. Установленные генеральным штабом нормы призыва граждан на военную службу выполнены в полном объеме. Напомним, что ряды вооруженных сил пополнили 100 муравленковцев. Муравленковские спортсменки в эти дни принимают участие в первенстве Уральского федерального округа по художественной гимнастике. Соревнования проходят в городе Югорске. В них принимает участие 60 спортсменок из Югры, Ямалонинского автономного округа, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Наш город на первенстве Урала представляют две гимнастки Александра Сапильник и Карина Борисова. Они тренируются под руководством тренера Екатерины Варлаковой и входят в состав сборной Ямала по художественной гимнастике. Обеим спортсменкам присуждены вторые взрослые разряды. В предстоящие три дня Александра Сапильник и Карина Борисова поборются за места на пьедестале почета в личном многоборье. Итоги состязаний подведут 16 января. Девочки обе 2010 года рождения. Они на такой уровень выехали первый раз. Поэтому многого мы не ждем. Это будет для нас большой опыт. Но в принципе сегодня в первый день они выступили неплохо. Здесь приезжают сборные команды регионов. Конечно здесь сборные. Очень серьезные соревнования для них. И психологически для них очень сложно подготовиться. Выйти на ковер это очень страшно. Но они сегодня были молодцы. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова